привет всем мне тут пришла в голову такая мысль что мы вроде уже довольно давно говорим о буддизме но так и не поговорили о Будде Шакьямуни о Шакьямуни я думаю все-таки стоит поговорить потому что без него все было бы совсем иначе с него в общем-то все и началось ну и вообще понимание отношения буддистов к самому Будде я думаю очень многое говорит о самом буддизме и начать я хочу с вопроса которые мне часто задают люди не очень знакомы с буддизмом вообще самый главный вопрос является ли Будда Богом вопрос сложный потому что Будду часто наделяют сверхъестественными качествами и даже такими однозначно божественными но в то же самое время в том смысле слова которое вкладывается в слово Бог в христианстве Будда Богом не является он не создатель мира и хотя его влияние на жизнь его последователей может быть очень большим но тем не менее оно скажем не универсально нельзя сказать что Будда непосредственно что Будде есть дело до каждого аспекта жизни любого человека Будда опять же по всей видимости хотя на этот счет существует очень много всяких мыслей является таки исторической личностью по крайней мере в буддизме принято считать так Будда Шакямуни это историческая личность он родился человеком он умер человеком очень крутым но по-прежнему человеком и как я уже сказала он родился в этот мир то есть он мир существовал до него ну на мой личный взгляд это значит очень много потому что любой человек может пройти абсолютно тот же самый путь то есть вот этот факт что Будда когда-то был человеком он для меня лично он очень много значит при этом да будем молиться частно молиться это ничего в этом странного на самом деле нет потому что если вы хотите видеть Будде некую божественную сущность на здоровье никому хуже от этого не будет вся суть в том что можно этого не делать можно видеть в нем учителя можно видеть образец для подражания тоже никаких проблем и даже в том случае если фигура конкретно Будда Шакямуни не особо привлекает ну теоретически можно по-прежнему быть буддистом и никаких проблем не будет почему потому что буддистском пантеоне вообще-то есть из кого выбрать есть много всяких будд об этом давайте как-нибудь другой раз поговорим сегодня все же поговорим именно о Будде настоящая биография Будды честно скажем нам неизвестна вот сто процентов нельзя сказать потому что даже те источники которых она описана они написаны очень 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 спустя большое время после его рождения и отличить то что было в действительности от того что потом уже напридумывали дабы выглядело более впечатляюще это практически невозможно невозможно сто процентов сказать вот даже то что выглядит вполне достоверно и ну почему бы и не так может быть это как раз добавили позже начинственно позже поэтому я сегодня дабы не пускаться в разные версии те другие эти в общем я давайте я просто буду рассказывать то что чаще всего рассказывают то что вы скорее всего услышите от буддистских священников и так далее и по ходу дела за мной я буду объяснять на что следует обратить особое внимание в этой биографии и так Будда ну тогда еще Сиддхарт Кагалтама давайте для простоты будем его просто называть Буддой он родился в семье не то правителя не то высокопоставленного чиновника по некоторым опять же по некоторым версиям моего отец скорее был можно было считать чиновником некоторые легенды утверждают что его мать видела во сне в ночь его зачатия что в нее вошел огромный белый слон шестью бивнями а сам Будда когда он родился он не был обычным младенцем он встал на ножки сделал семь шагов указал правой рукой на небо левой на землю и сказал что он является самым-самым великим созданием на всей земле эти подробности в наше время уже чаще всего воспринимается конечно как курьез как попытка придать такой более большего веса именно Будде как некой божественной сущности но тем не менее вот эта вот миленькая фигурка маленького Будды которая указывает на небо и землю она используется например в праздновании дня рождения Будды в Японии это Хана Мацари как раз скоро у нас будет в апреле то есть по крайней мере эта легенда имеет какой-то вес она до сих пор привлекательна наверное всем нравится вот такой образ маленького Будды который родился так вот стоит красиво не знаю мне лично кажется довольно милым этот образ ну ладно давайте двигаться дальше все-таки в жанре относительного реализма относительного мать Будды умерла практически сразу же после его рождения папа по-видимому очень тяжело это воспринял потому что он превратился такого классического overprotective parent он воспитывал сына чуть ли не в изоляции он хотел оградить его от всего что может его расстроить расстроить, шокировать для того чтобы из него вырос идеальный правитель я не знаю как по мнению отца он должен был от этого стать великим правителем ну ладно до 29 лет Будде жилось спокойно ну как-то очень тоскливо он не понимал что что не так в окружающей его действительности но что-то было явно не так он удачно женился очень удачно у них с женой были прекрасные отношения он стал отцом сына и вроде как ничего не предвещало но в какой-то момент он каким-то образом тоже есть несколько версий как именно это произошло но это не так уж и важно он ускользнул от своего нервного родителя и четыре раза сходил в самоволку в город и каждый раз он видел что-то новое что его крайне шокировало в первый раз он увидел нищего и каждый раз с ним был кто-то кто объяснял ему кому приходилось объяснять что это вообще такое то есть он увидел нищего он не понял что это за человек что с ним не так ему объяснили и для молодого принца который вообще никогда в жизни не видел бедного человека это стало настоящим открытием что люди могут быть бедными потом он увидел больного человека тоже это его очень шокировало что люди оказывается болеют он плохо от этого потом он увидел в следующий раз труп и впервые узнал что люди оказывается еще умирают вот таким некрасивым образом умирают и в четвертый раз он увидел отшельника и на фоне всего того что он видел до этого это ему показалось вот у него-то все хорошо вот оно как надо и его вывод был вполне очевиден он понял чего ему в жизни не хватало надо было туда идти в отшельнике и вот тут я знаю уже начинаются проблемы с трактовками потому что когда рассказываешь эту историю очень часто реакция бывает из-за этого ушел бросил семью ребенка бросил жену бросил сволочь нет для современных людей понятно уход из дома в никуда это очень радикально безрассудно как так можно вообще сумасшествие для Индии того времени уход мужчины из дома это было более-менее нормально это одобряемо даже если он социальный долг выполнил дом построил дерево посадил сына родил а Будду собственно не знаю как насчет дома и дерева но в принципе он уже оставил после себя продолжателя рода то есть теоретически можно и в отшельнике обычно это выполнялось значительно позднее ну и стоит понимать что от Будду ждали принципиально другого он должен был стать правителем в этом как раз заключается ну некоторая радикальность его поступка но не в том что он конкретно ушел из дома ну и так вот он отправляется в странствие прерывает любые контакты с семьей как это обычно описывается но здесь тоже есть проблемы с трактовками и разными версиями этой истории вообще обычно вот та общепринятая версия что он ушел просто действительно прервал все контакты ушел в никуда ни с кем не соотносился никак она имела на протяжении очень длительного времени огромный назидательный смысл для многих монахов в странах Азии принятие пострига действительно означало буквальный уход с дома и до сих пор означает но есть другие версии этой истории и насколько полным был разрыв будто семьей это большой вопрос например у Ямаори Тетсо это очень известный религиовед исследователь буддизма это описывается как такой предуход он считает что Будда еще не полностью ушел он еще только готовился к полному уходу от мира и какие-то ну какие-то контакты со своей семьей он все-таки поддерживал есть еще такой вариант который мне попадался к сожалению не помню у кого конкретно что он-то хотел полностью идти но с ним пошли его друзья и они как раз его семье сообщали где он чем он занимается и еще один видный знаток буддизма Тайген Дэн Лейтон мне очень нравится он ссылается на сутры в которых рассказывается жизнь жены Будды которая выполняла все те же практики что и Будда соответственно предполагается что она как-то с ним сообщалась в это время то есть мы не знаем кстати жена у него тоже стала монахиней ну у него вообще все стали монахиней сын Будды стал монахом мачеха Будды стала монахиней братья его стали монахиней вообще в этой истории жалко папу Будды несмотря на то что он сам создал себе такую судьбу но дело в том что он-то как раз был против до самого-самого конца и только уже умирая все-таки принял буддизм но все это время вот у него вокруг все шли за его сыном отступником а он бедный держался да ну ладно давайте дальше потому что это было только начало дальше Будда какое-то время посещал разных учителей ни с одним из них не оставался надолго потому что понимал что это все-таки не то и вот это не совсем то потом он нашел группу каких-то ну очень уж упоротых аскетов и попытался достичь просветления с ними и вот я больше всего из всех версий люблю следующим того что произошло дальше он дошел до крайней степени истощения и стал подозревать что что-то тут уже не так лучше не становится после этого он рассорился со всеми остальными остальными аскетами и ушел и вот по пути ему встретилась добрая женщина суджата она несла куда-то рисовую кашу и она увидев несчастного истощенного аскета накормила его этой рисовой кашей интересно что мне несколько монахин именно рассказывали эту историю так что вот он идет идет по дороге истощенный падает потому что уже не может дальше идти а мимо проходит вот это суджата с кашей и она попросту вливает ему эту кашу потому что ну по всей видимости она не очень большая поклонница унощающих тело практик а он-то практически в обмороке голодном он не может сопротивляться и вот это как раз было моментом когда он расстался с аскетами потому что они это увидели завели а нас на кашу променял ну и выгнали его из общины вот такую версию я слышала так по-моему как минимум двух человек я слышала почему обе были монахинями ну видимо такой образ саджата он очень привлекателен для монахинь и ну как бы там ни было Будда остался совсем один но к тому времени он понял что что-то он делал не так и надо как-то по-другому и он решил попробовать просветлиться самостоятельно каким образом он сел под дерево бодхи он же фикус религиозный и поклялся не вставать до тех пор пока он не достигнет под этим деревом просветления и вот с этого момента начинается буддизм итак давайте на секунду оставим Будду под деревом где он будет сидеть и медитировать пока точно не просветлится а нам нужно поговорить об одном очень важном моменте о медитации обычно ее изображают как такое благостное терапевтическое занятие успокоение нервов и тому подобное не стоит этому верить сразу говорю потому что успокоение нервов оно будет на первых порах и действительно да человек еще не очень сильно продвинулся он просто наслаждается минутами тишины и спокойствия тогда нервам становится лучше действительно а вот потом начинается совсем другое как только получается отключить внутренний монолог человек остается один на один со своими демонами я для себя называю это парад тараканов вот все что вы в себе давили все что у вас где-то по углам было закрыто и не допускалось оно все радостно выползает и начинает носиться по голове раздавая пинки в особенно чувствительные места и так оно какое-то время творится а потом может и глюки прийти и глюки при медитации это нормальное явление очень хорошо описанное оно называется маке если переводить его до формы то это дьявольское демоническое зеркало обратите внимание зеркало да эти глюки могут быть очень разные иногда они просто очушуительно прекрасные впечатляющие например к вам может прийти Будда с учениками начать лично трактовать непонятные места в сутрах могут проснуться сверхспособности и это неплохо в целом даже хорошо потому что это означает что вы прогрессируете но при одном условии если вы не будете на них обращать особого внимания да можно конечно полюбоваться на Будду когда еще его увидишь но потом надо продолжить медитацию ничего Будда если даже он к вам лично пришел он поймет он сам такое испытал и вот давайте теперь вернемся к Будде который сидит под деревом и что с ним под этим деревом происходит происходит у него парад тараканов это то что с ним происходит в сутрах описывается как противостояние с демоном Марой который пришел Будду искушать ну вообще у Мары работа такая он регулярно приходит кого-нибудь искушать просветляющихся и вот он его пугает отвлекает призывает своих дочерей то ли 3 то ли 5 там не путаница они перед Буддой танцуют во всяческих соблазнительных видах Будда остается непоколебим и вот мне очень нравится этот момент очень его люблю когда Мара понимает что у него ничего не выходит он выходит из себя и кричит да с чего ты вообще решил что достоин просветления а Будда ничего не отвечает просто тягивает вперед правую руку правую левую и касается земли как бы призывая ее в свидетели вот это очень красивая поза очень мне нравится и вообще сильный момент если вы видите вот когда если Будда сидит в медитации под деревом и кладет руку на землю это как раз отсылает к этому моменту и после того как Будда доказал Маре очевидно не Маре понятное дело себе самому что он достоин не столько он любой другой человек об этом позже поговорим он достиг просветления именно в этот момент и что ему открылось 4 благородные истины какие первое это существование духи духа это обычно переводят как страдание мне кажется более точным переводом будет скорее не постоянство постоянное вот такое изменение нашего состояния почему потому что дело не в том что жизнь человека может измениться к худшему она вообще изменяется в любом случае даже если тебе сейчас хорошо то в какой-то момент станет хуже и так далее и так далее и поэтому человек не может достичь состояния удовлетворенности счастья потому что оно все равно кончится в какой-то момент это духа первая истина второе она не беспричинна существуют причины и причины в том что мы постоянно хотим комфорта удовольствия каких-то ништяков мы чего-то хотим ну не для себя даже для того что мы считаем собой потому что в буддизме вообще-то очень такое представление что то что мы считаем своей личностью это иллюзия но в любом случае нам кажется что чуть-чуть еще немножечко поднажать и все и будет полный супер но супера не получается потому что опять же все меняется ты чего-то достигаешь а потом оно все опять куда-то меняется в другую сторону и это вторая истина третья истина заключается в том что это можно прекратить это совсем не обязательно так будет и четвертая истина для этого для того чтобы прекратить вот это все существует восьмеричный путь об этих концептах мы поговорим как-нибудь дальше потом продолжим сейчас про Будду наверное вы уже поняли одну интересную вещь я все равно ее озвучу потому что опять же я считаю что это очень важно Будда не был первым до него были другие Будды просветлялись входили в нирвану тем же путем каким-либо еще да кстати буддизм вполне себе предполагает что на свете есть множество людей которые ничего не знают о буддизме не интересуются им но они все равно достигнут просветления но так получилось что многие многие тысячелетия до Будды не всегда те кто достиг нирваны предпочитали как можно быстрее в нее и уйти и Будда тоже собирался поступить так же потому что он был уверен что ну ладно он-то понял ну как это вообще кому-либо объяснить как объяснить весь тот путь который он прошел это никто не поймет но тут вмешался Брахма Сахампатим трудно объяснить кто это такой ну давайте просто считать его очень крутым посвятенным существом в общем вмешался Брахма Сахампатим или вмешалось мне нравится думать о том что это женская женская сущность но как вы понимаете гендер этих сущностей нету и вот Брахма настоял на том что если Будда понял непременно поймет кто-нибудь еще и Будда надо остаться и учить и так Будда стал учителем он отправился проповедовать решил что надо бы отработать методику на кем-нибудь кто более-менее все понимает то есть его соратниках по аскезе но пока он от них добирался он встретил несколько людей и видно его очень сильно распирал он начал уже проповедовать им и оказалось что они тоже понимают хотя это были абсолютно такие люди далекие от аскезы от всего и то что он им рассказал не впечатлило тем не менее считается что первая поворот колеса дхармы первая лекция Будды фактическое начало буддизма оно произошло именно тогда когда он добрался до аскетов и тех кто его когда-то прогнал и проповедовал им то что он понял и с этого момента у нас появляется сангха буддистская община ну опять же мне это очень нравится эта идея потому что если если у нас первыми первыми кто понял ну так массово массово понял о чем хочет рассказать Будда были люди которые его прогнали за то что он съел молочную кашу ну или просто его прогнали то это как бы говорит нам что никогда не поздно поменять свои прежние убеждения не стоит обливает человека конченным только потому что он тебя один раз не понял можно попытаться донести до него еще раз можно опять же самому попытаться разобраться в своих взглядах и понять что тебе кажется неправильным и может быть ты просто не можешь объяснить может это твоя проблема человека что он тебя не понимает ну ладно давайте вернемся к сангхе сангха росла Будда исходила с принципа раз я понял значит поймут все проповедовал реально всем это было очень радикально он обращался к людям любой каста любого происхождения но интересно что взгляды Будды на то кто и как может достичь нерваны тоже менялись и расширялись и после просветления например вопрос с тем могут ли достичь просветления женщины и стоит ли им позволить присоединиться к санге поменялись по всей видимости в процессе изначально он не был в этом уверен но то были свои причины начнем с того что у него не было никаких на тот момент представлений о том доступно ли женщине вообще просветление для Индии это была мысль очень неопробованная новая радикальная можно сказать у Будды перед глазами был только один пример просветлившегося по его методике это он сам это во-первых ну а во-вторых уход мужчин из дома это традиция а для женщины это значительно более сложный процесс в-третьих разнополая община монахов это совсем другая вещь и сложнее руководить намного а мирской традиции на тот момент вообще еще не сложилось тем не менее в конце концов женщин стали принимать мы можем об этом судить более-менее точно потому что мачеха Будды как я уже сказала мачеха Будды которая реально вырастила и его жена стали монахинями и есть опять же версия которая мне очень нравится что это они его и убедили в том что всем так всем давай нам тоже позволь вам присоединиться социальные проблемы были тоже решены правда были дополнительные правила поведения для женщин о них тоже я думаю как-нибудь надо поговорить они довольно интересны по ним по этим дополнительным правилам кстати сказать можно изучать вопрос как вот в то время когда формировалась винае свод правил для монахов как предполагалось вот это эти различия гендерные различия между мужчинами и женщинами это очень интересно но опять же давайте один последний раз вернемся к Будде Будда прожил долгую жизнь где-то до 80 лет он по всей видимости все-таки не дотянул но считается что ему было 78 лет если я не ошибаюсь и он умер будучи убежденным что его ученики смогут продолжить совершенствование себя и самки уже без него и здесь я хочу опять напомнить что я рассказываю более-менее приемлем более-менее распространенные версии о том как это все происходило есть множество разных версий но что важно на мой взгляд важнее всего это именно путь человека путь Будды как человека который путь который может повторить каждый из нас на мой взгляд это одна из самых важных тем в буддизме вообще во всем учении наверное это для меня самое главное и еще один момент который очень важен это то что Будда пришел к своему просветлению методом проб и ошибок и даже в общем-то после того как он просветлился он менял свое мнение о том как это все должно быть то есть он продолжал развиваться и вот это откровение которое продолжает развиваться путь который имеет много ступеней он тоже очень важен потому что буддизм тоже изменяется и так и должно быть в конце то концов когда ты куда-то идешь земля под тобой меняется постоянно спасибо всем продолжим разговор о буддизме в следующих роликах пока-пока начинай с начала с чего кружка что кружка она повернута хвостом ха попка ладно ну давай еще немножко так давай